Hola, soy yo de nuevo, Xenia, la chica rusa que aprendió cristiano viendo telenovelas. Здравствуйте, это снова я, Xenia, русская девушка, выучившая испанский язык по латиноамериканским телесериалам. И hoy tengo conmigo a Aya, que es la muñeca Paola Reina. Ella va a recibir una nueva integrante de nuestra familia muñequil. И сегодня меня сопровождает Aya, кукла Paola Reina, которая будет встречать новую обитательницу нашего кукольного дома и новую девочку в нашей кукольной семье. Es una mini amiga Paola Reina. Это mini подружка Paola Reina. Y por eso yo he traído además de Aya a otra mini amiga. Y por eso, кроме Aya, yo he traído otra mini подружка. Esa es Inés. Ella va a recibir la mini amiga Paola Reina, que se llama oficialmente Elena, pero yo he decidido llamarla Amelie. Y esta Inés, она встретит новую mini подружку Paola Reina, которую официально зовут Elena. Но я решила ее назвать Амели. И ese nombre fue la elección de mi padre, porque yo le dije que la muñeca necesita un nombre francés. И это имя выбрал мой папа, потому что я сказала, что кукле нужна французское имя. Я tengo una mini amiga Paola Reina con un nombre francés. Es Marie Francine. Mi primera mini amiga Paola Reina, que originalmente se llama María Assecas. У меня уже есть mini подружка Paola Reina с французским именем. Это Marie Francine, которая в оригинале зовется просто Мария, прямо как в сериале, просто Мария. Но я ее назвала Marie Francine. Pero yo la he bautizado Marie Francine. И Marie Francine fue un regalo de mi amiga Tatiana Andriacheva, que me la envió como parte de una maratona de bondad dentro del grupo de coleccionistas de las muñecas Paola Reina. И Marie Francine была подарком моей подруге Tatiana Andriacheva, которая прислала мне ее в рамках эстафеты доброты, которая проводится в группе коллекционеров кукол Paola Reina. Y bueno, ahora mismo ya es hora de saludar a la nueva amiguita Paola Reina, mini amiga Paola Reina. Ну и теперь наконец-то на столовремя по приветствовать новую подружку, mini подругу, Paola Reina. Como я уже уже говорила, она называется Elena, но я думаю, что она нужна французская и есть одна причина для этого. И, кстати, если вы обратите внимание на карубку, в которой приехала Elena, теперь уже. Амели, то вы заметите, что она отличается от других коробок кукол, mini подружка Paola Reina. И у меня только одна есть mini подружка, которая приехала в подобной коробке. И это моя amiga Triana. Это она, которая лежит в этой коробке. Я думаю, что это коробка старого образца. Она отсюда. Возможно, мы вернемся с другой стороны. И я хочу узнать ее в голову. И, конечно, она из них в какой-то несколько коробки. Она из его кукол. И, конечно, она отклиha в голове. Она думала, что она в голове. Она в голове. И aquí pone Elena, и pone Elena con letras, pues, de un alfabeto extranjero, lo que quiere decir que esa caja vino del extranjero, directamente de España. И давайте, прежде чем рассматривать саму куклу, посмотрим, что же тут написано. Вот тут над штрих-кодом написано Elena, и написано не по-русски, что подтверждает, что эта коробка прибыла к нам из-за границы, именно из Испании. И aquí pone Dulces Juegos, me encanta ese nombre, и тут написано Dulces Juegos, мне нравится очень это название, оно означает «милые игры». Bueno, ahora, por fin, vamos a ver a pequeña Elena, que ahora es pequeña Amelie con detalles. En su manita llevaba ese tag de Paola Reina. Ну, теперь, наконец, рассмотрим маленькую Elena, точнее, она теперь уже маленькая, Amelie, в деталях. На руке у нее был вот такой ярлычок, que tiene un logo de Paola Reina. И здесь есть логотип Paola Reina. Y como podéis ver, ella es una niña muy estilosa. И, как можете видеть, она очень стильная девочка. Eva puesto un vestido blanco con mangas cortas de color rosa. У нее белая платья с короткими рукавчиками розового цвета, que se parecen a las mangas de mi vestido, которые, кстати, похожи на рукавчики моего платья. И aquí pone en francés «petifil». И здесь написано по-franцузски «petifil». Эти palabras, эти frases, se pueden traducirse como «una niña pequeña», «una joven» o «una pequeña hija». Эта фраза может переводиться как «маленькая девочка», «девушка» или «маленькая дочка». Yo prefiero, pues, la traducción de «una niña pequeña». Я предпочитаю перевод «маленькая девочка». Me parece que es lo más correcto en el caso de la ex-Elena y ahora Amelie. Мне кажется, это самое оптимальное, самое правильное в случае с бывшей Elenой. А теперь Amelie. Ella tiene un pelo precioso de un color rosa-pálido. У нее очень красивые волосы, светло-розового цвета. Y tiene una carita un poco asustada. La verdad es que yo me había dado cuenta que cuando las muñecas vienen a la nueva casa, siempre tienen esa mirada un pelín perdida, como que preguntando donde estoy y que me va pasar. Y, честно говоря, я заметила, что куклы, когда приезжают в новый дом, часто имеют такой растерянный вид, вот такой, как сейчас у Elena, как будто бы спрашивают, где же я нахожусь и что со мной будет. Pero espero que ella se tranquilizara, porque aquí encontrará un montón de amigas. Но надеюсь, что она успокоится, потому что найдет здесь кучу подружек. Например, Триана, например, Триана, и su amiga Ая, amiga grande, и ее подружку Ая, большую подружку. И, por ejemplo, como ya habéis visto, a Marie Francine, и, как вы уже видели, например, Marie Francine, o si no podrá empezar la relación de amistad con esas chicas, puede intentar ser amiga de Inés. А если у нее не получится подружиться с этими девочками, она может, например, попробовать подружиться с Inés. А также у нас есть здесь маленькая Эва, которую я Эва назвала в честь девушке курьера, которая мне принесла, и я с вами была. Так что она маленькая Амелия имеет огромный спектр возможностей, и она может выбрать себе подружку по вкусу. И, пожалуйста, я espero быть с Украином. И я бы подумал, что это подружка. И надеюсь, что она подружится с Айей, потому что, честно говоря, я преопрел ее, ее думая именно об Айе, потому что у других моих больших кукол Паула Рейна уже есть мини-подружки, а у Айе нет, и как-то это несправедливо. Bueno, eso ya es todo. Солamente quería añadir que, a diferencia de otras мини-амigas, Паула Рейна, ella lleva los zapatitos blancos. Ну, в общем-то, это и все. Только хотела добавить, что в отличие от других мини-подружек Паула Рейна, она обутан в беленькие тапочки. Tengo solamente una mini-amiga Паула Рейна, que lleva los zapatos blancos. У меня только одна, ну, до этого момента была только одна, мини-подружка Паула Рейна в белой обуви, и это моя мини-амига Нова, и эта мини-подружка Нова, которую я назвала Аделия, а на которой я обутазовала Аделия. Bueno, eso ya es todo. Y la pequeña Amelie, Triana y todos los demás os dicen hasta luego, hasta la próxima. Ну, теперь действительно все. И маленькая Amelie, Triana и все остальные говорят вам до свидания, до скорых встреч.